Меня зовут Дима Дорофеев, я работаю в компании Mail.ru и занимаюсь проектом Бебкар. В частности, я отвечаю за то, чтобы веб-часть проекта работала, не падала и функционировала как должна. Сегодня мы поговорим про веб и про работу с сетей в Go. Но сейчас вашими играми, приложениями мало кто будет пользоваться, если они не работают с сетью. Мало кто их будет скачивать, мало кто их будет использовать. Поэтому сейчас в современном мире работа с сетью — это, по сути, главная фича, которая должна быть в современном приложении. Самый простой способ сделать работу с сетью — это использовать протокол TCP или TCP-сокет. Давайте сначала разберемся с понятием, что такое сокет. В переводе с английского сокет — это разъем. По сути, это так и есть. Это разъем, в который приходит какой-то коннекшн. Это программный интерфейс для связи двух разных процессов. То есть два процесса, неважно, на одной машине, на разных машинах, могут быть связаны через сокет. И TCP-сокет — это сокет-связь, который связывает процессы по протоколу TCP. Так, что нам нужно сделать, чтобы открыть TCP-сокет? Для этого нам нужно вызвать системную функцию bind, которая будет подключаться к какому-то порту в операционной системе и слушать его. В go это выполняется с помощью функции listen пакета net. Нет. Пакет net находится в стандартной библиотеке go. Его не нужно дополнительно как-то устанавливать, его можно просто взять и использовать. Дальше мы говорим, что мы открываем TCP-сокет. Тут может быть TCP, либо UDP, либо TCP-4, либо TCP-6. И ставим порт, на котором мы будем слушать сокет. Дальше, когда мы уже слушаем его, мы будем принимать входящие коннекты из нашего сокета. Сокет сваливается постоянно коннекты, какие-то соединения, и мы должны их заакцептить. То есть взять их из очереди и начать их как-то обрабатывать. После того, как мы взяли какой-то коннекшен на обработку, и если мы успешно к нему подсоединились, то мы здесь напишем connected и начнем из него читать. Читать мы будем по-байтово и выводить то, что написали в консольку. Будем использовать пакет буфо, который позволяет читать из буфера внутри нашего коннекшена. Коннекшен является буфером. После того, как мы получили этот ридер, мы можем читать из него по-байтово, построчно, как угодно. И если мы не смогли прочитать, то мы пишем conutrit и уходим из цикла. И продолжаем дальше акцептить следующее соединение. Давайте запустим. Вот здесь вот. Так. И попробуем подключиться. Подключаться по TCP мы будем с помощью команды telnet, которая позволяет подключиться к удаленному ресурсу. На удаленном не смысле его удалили, а в смысле он далеко. Пишем telnet, адрес хоста, к которому мы будем подключаться, и порт. Там у нас пятитысячный. Отлично. Мы подключились. У нас стартовало чтение из сокета. Теперь мы можем что-нибудь написать, и оно будет отображаться здесь. Все замечательно, но здесь кроется главный косяк. У нас соединения идут в очередь, и акцепт работает синхронно. То есть пока мы не обработаем предыдущее соединение здесь, у нас к следующему соединению не приступят. Давайте посмотрим, как это выглядит в другой консольке. Подключимся к тому же пятитысячному порту. У нас тот коннекшен еще активный, который справа сверху. Теперь мы создали новый коннекшен, и туда попробуем что-нибудь пописать. Ничего не происходит, потому что программа занята тем, что обрабатывает тот первый коннекшен. Чтобы это избежать, нам нужно вынести всю обработку коннекта, все чтение из него в отдельный поток. Делается это следующим образом. Мы пишем, запускаем гору тину. Все, что обрабатывает наш коннект в отдельную функцию, запишем. И передадим этот коннект в эту функцию. Да, и, конечно же, запустим ее в отдельном потоке. И надо не забывать после того, как коннект будет обработан, закрыть этот коннект. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Так, теперь мы запускаем telnet. У нас начинается чтение. Что-нибудь пишем, что-то читается. Запускаем другой telnet с активным тем коннекшеном. Пишем, читается. То есть, по сути, нам всегда нужна синхронность для работы с сетью, чтобы читать из сокета, чтобы не было синхронных каких-то действий. Потому что, если мы делаем что-то синхронно, то это блокирует действия пользователю. Даже если у нас много этих машин, много медленных соединений запускаем, которые побайтово что-то отдают очень медленно, и тогда у нас все становится очень плохо. Так раньше работал веб-сервере Apache. И его до сих пор за это не любят. Так. И все так и работало примерно года эдак до 90-го. Ну, вообще удобно. Взял, открыл сокет, записал данные. Можно даже оттуда получить данные, написать что-нибудь клиенту. Например, можем здесь вернуть эти байты обратно в connection. Или написать просто received. Так, отлично, connection закрылись. Запускаем. Запускаем telnet. Мы по Enter отправляем. Точнее, тут у нас по два символа, и на каждый символ он говорит received. Итак, TCP, это замечательно. Он, в отличие от других протоколов, например, от UDP, следит за порядком пакетов и следит за тем, чтобы пакеты были доставлены. Схема работы этого протокола… Вот здесь. То есть при работе с TCP мы постоянно опрашиваем сервер опрашивает клиента, или клиент опрашивает сервер на то, что, да, мне дошли эти байты или нет. Есть протокол UDP, который не гарантирует порядок следования пакетов и не гарантирует доставку. Есть даже анекдот про UDP, но до вас не дойдет. UDP, он легковесный. Он используется в основном для отправки данных, которые не нужны. Ну, точнее, они нужны, но они не критичны. Например, статистика какая-нибудь, или так раньше Асик отправлял сообщение. TCP, это, конечно, замечательно, но, как я уже сказал, в 90-м году в компанию ЦЕРН пришел человек, точнее, он там уже работал, он туда вернулся, его звали Тим Бернерсли, который занимался чем-то, каким-то подобием системы документооборота. Для этой системы ему нужно было три вещи. Это как найти ресурс, то есть идентификатор ресурса, это протокол передачи ресурсов и разметка ресурсов, чтобы было красивенько, чтобы было удобно кликнул, интерактивно кликнул, открылся другой документ и так далее. И тогда как раз на свет явилось три таких технологии, можно сказать. Это URI, это HTTP и HTML. URI — это Uniform Resource Identifier, уникальный идентификатор ресурса. HTTP — это Hypertext Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста. И HTML — это Hypertext Markup Language, это язык гипертекстовой разметки. Так, это все про сокеты. Не будем. Отлично. Что такое URI? URI — это его подмножество URL. URL — это Uniform Resource Locator, есть еще Uniform Resource Name, и они все являются подмножествами URI. Поговорим про URL, это нам наиболее интересно. Это Locator ресурса. Он говорит нам, как мы обращаемся к ресурсу, с какими правами мы обращаемся к ресурсу, куда мы идем на ресурс, и какой ресурс нам нужен. Схема говорит нам о том, какой протокол мы используем. Юзернейм и пассворд — это credentials наши, хостнейм и порт — это куда мы обращаемся, пасс — это какой документ нам нужен, и квери — это параметры документа, а фрагмент — это фрагмент документа. Если мы посмотрим на современные веб-браузеры, то фрагмент никогда не будет передаваться на сервер. Раз мы заговорили про веб-браузеры, веб-браузер — это, по сути, самая первая программа, которая работала с протоколом HTTP и до сих пор работает. Она отображает все документы, которые приходят по этому протоколу. И раз мы уже начали про HTTP, давайте посмотрим пример, как на этом HTTP можно что-то сделать. Что это вообще за зверь? Для работы с HTTP есть специальный FGO-пакет, называется NetHttp. Было бы странно, если бы в языке, который появился на 20 лет позже, на 20 с лишним лет позже протокола, и не было бы его поддержки. Есть пакет NetHttp. И чтобы мы могли с ним работать, мы должны определить, по какому пути мы будем слушать, вешать наши хендлеры. Что такое хендлер? К нам на сервер приходит какой-то паз. Если мы вернемся к нашему URI, то паз — это вот оно что. Это то, что идет после хостнейма. То есть это путь нашего ресурса. Мы здесь определяем маппинг наших ресурсов в функции GO. То есть когда к нам пришел запрос на какой-то ресурс, у нас выполнится вот эта вот функция. В эту функцию к нам придет две переменных. Первая — это responseWriter. Это структура, которая будет использована для... которая вернется пользователю. То есть из нее делается, сгенерируется ответ на запрос, и она вернется пользователю. И есть request — это тот запрос, который к нам пришел. Что здесь происходит? Внутри чего угодно, любого хендлера, мы можем сделать HTTP-запрос. То есть мы можем сделать HTTP-запрос еще куда-то. помимо того, что мы сейчас приняли HTTP-запрос, мы можем взять и сделать другой HTTP-запрос. Для этого существует в пакете HTTP клиент. Структура клиент. Сюда можно передать всякую информацию, заголовки, куки, что угодно, что нам нужно для запроса. И мы ходим на этот URL за какой-то информацией. Потом мы читаем то, что к нам пришло. И если все хорошо, в данном случае не если все хорошо, а всегда, мы отдаем заголовок, мы отдаем статус 200, 200 — это статус окей, и пишем то, что к нам пришло из того запроса. Давайте посмотрим, как это работает. Запустилось. Вот так. Так, отлично. У нас что-то заработало. Что-то происходит. Вот этот URL — это опишка, которая делает из текста, который мы передаем в get-параметре, аске-кодированный текст. Ну, то есть такой красивенький. Например, если мы здесь передадим hello, то он выведет hello. То есть он берет наш паз, который мы сюда передаем, и выводит аске-текст. Что тут примечательно? Ну, вот, мы берем этот паз и передаем этот паз в опишку. Важна еще 21-я строчка закрытие body. Когда к нам пришел ответ, нам нужно закрыть, у нас остается висящее соединение между нами и тем хостом, к которому мы обращались. Для того, чтобы дать понять Go, что мы больше не будем оттуда читать, нам нужно закрыть body. Если мы этого не сделаем, то Go не сможет нам обеспечить keepalive соединение к тому хосту. Про keepalive я поговорю чуть позже. А также это чревато утечками. Это не точно. Раз мы начали про HTTP, давайте немножечко теории. В HTTP есть запрос. Вообще это текстовый протокол, поэтому мы все запросы можем просто так посмотреть. В первой строчке протокола мы видим тип запроса, паз, которому мы запрашиваемся, которому мы делаем запрос, версия протокола, которую мы поддерживаем. Дальше идут заголовки. В заголовках указывается всякая мета-информация. Например, хост, к которому мы обращаемся с стандарта HTTP 1.1, этот заголовок обязательный. Connection Keepalive. Connection Keepalive говорит нам о том, что мы не будем закрывать соединение после того, как получили ответ, чтобы не тратить время на то, чтобы открывать и закрывать соединение, а гонять наши HTTP-запросы через одно соединение. Это такая оптимизация, которая появилась как раз с HTTP 1.1, и она используется сейчас практически везде и очень полезна. User Agent это строка, которая говорит, с какого устройства мы сделали запрос. Например, если мы делаем запросы с браузера Chrome, то там будет Mozilla 5.0, Chrome, Apple WebKit, что-то там. Если мы делаем с IE, то там MSI. По User Agent раньше, да и сейчас тоже, всякие древние интернет-эксплореры всяким интернет-эксплорерам отключают функциональность, чтобы они не сделали плохо. Дальше идет, как пример заголовок, Accept Encoding. это кодировка, которая поддерживает браузер. То есть браузер поддерживает Gzip, то есть мы можем заархивировать наш запрос на сервере, точнее, заархивировать наш ответ на сервере, он придет в заархивированном виде и разархивировать. И передаем куки, это идентификаторы текущей сессии в браузере. Ну, это так грубо, про куки будет подробно на следующей лекции, Васер будет рассказывать, где, про базы данных. Это пример Get-запрос. Get-запросы это запросы на получение данных. То есть если мы хотим получить данных, мы делать, получить данные, мы делаем Get-запрос. Если мы хотим обновить какие-то данные на сервере, то мы будем делать Post-запрос. Отличие в том, что в Get-запросе все параметры идут в QueryString, то есть прописываются в URL. Далее. В Post-запросе все параметры идут внизу, внизу, как на 14 строчке. Они могут быть как в формате JSON, так и в формате URL-н-код, как и Get. Между телом запроса и заголовками всегда идет пустая строка по стандарту. это чтобы различать как раз запросы заголовки. Почему преимущественно использовать Post-запросы для обновления данных? Это потому что, во-первых, Post-запросы нельзя добавить в закладки, Post-запросы не кэшируются, и Post-запросы у вас не будут в Access-логах тела Post-запроса не будет в Access-логах вашего веб-сервера. Если вы в своем сервере внутри Go напишите, будете писать в логе тела Post-запроса, то он, конечно, там будет, а Post-запросы если вы ставите дефолтные параметры, то не будет. Также, если вы используете Get-запросы, какие-то ссылочки для обновления данных, то всякие браузеры, типа Яндекс-браузера с Турбо, Opera-браузера с Турбо, которые со всякими расширениями, которые предзагружают контент для того, чтобы быстрее работало, он обязательно нажмет на эту ссылку сам, без вашего ведома. Так, раньше была ситуация в каком-то банке, где они сделали как раз продукт, в котором все изменения данных были ссылками и Get-запросами, и потом долго удивлялись, почему все данные потерлись. Все использовали там как раз Opera с Турбо, который только вышел. Ну вот, мы запросили какие-то данные, теперь мы ожидаем какой-то ответ на то, что мы запросили. HTTP-ответ выглядит следующим образом. Первая — это версия протокола, которую поддерживает сервер. Она всегда не выше той версии, которая пришла в запросе, потому что сервер дает клиенту версию, которая может поддержать клиента, которая поддерживает сервер. Дальше идет статус. Это трехзначное число. Есть их огромное количество. Есть сотые статусы, которые говорят, что произошло какое-то изменение настроек сервера. Есть двухсотые статусы, это когда все хорошо. 200 ок, 201 created, 202 accepted и так далее. Есть трехсотые статусы, которые говорят о редиректах. 301 это move, 301 это постоянно перемещено, 32 временно перемещено. И четырехсотые статусы говорят о том, что что-то не так с нашим запросом, либо ресурс не найден, либо вообще запрос какой-то непонятный, либо у нас нет прав на то, чтобы делать этот запрос. Дальше идут заголовки ответа. Ну, конечно, это шифровка этого статуса, чтобы нагляднее было. Потом идут заголовки. Сервер возвращает заголовок сервер, не всегда он необязательный, который говорит, какой сервер нам ответил. В данном примере это Nginx. Дата ответа. Самое важное в ответе это контент типа и контент лэнс. контент type говорит нам о том, какого типа ответ мы получили. Будь то картинка, текст, какой-то JavaScript, JSON, CSS, чтобы браузер или клиент, любой другой, понимал, что за данные к нему пришли. Этот заголовок всегда важно выставлять, когда вы даете какие-то данные, которые нестандартный какой-то текст. Потому что по умолчанию это будет текст. А, нет, по умолчанию это будет talktet stream. Дальше идет контент лэнс. Это как раз практически то, из-за чего у нас появился HTTP. мета информации о том, какая длина тела ответа пришла. То есть нам пришел ответ time response он занимает 15 байт. То есть текст 13 байт и 2 байта у нас emoji. В TCP как раз была такая проблема, что мы не знаем какой длины у нас ответ, и мы не знаем докуда нам читать, чтобы получить полностью этот ответ и не задеть что-то другое. Дальше идут заголовки когда было изменено последний раз. Такая служебная информация, которая пока что нам не сильно нужна, но если вы работаете прям сильно с вебом, то она будет вам полезна. Ну и опять же connection keep life, что браузер не должен закрывать соединение после получения ответа, что сервер поддерживает этот connection, что все будет хорошо. Ну и дальше опять как обычно пустая строка и идет сам ответ браузера, ну и сам ответ сервера, сам HTTP мы можем посмотреть, что у нас тут происходит в самом браузере. Есть в любом практически браузере, даже в Internet Explorer вкладочка network, в которой все запросы показываются. Кстати, важно, что на каждый запрос браузера браузер делает два запроса. Он делает запрос за ресурсом и за Favicon. Favicon у нас нет, поэтому вернется вот это. Давайте это увеличу тоже. Нам тут пришли заголовки. Посмотрим, что я запросил. Это то, что мне ответил. Вот, то, что я запросил. Я запросил pass hello, хост у меня 127.0.1 80.81, браузер поддерживает connection keep life и предпочтительно он будет это использовать. Всякие служебные заголовки браузера, юзер-агент мой, хрома, потом, какие, ресурсы может отобразить этот браузер, какие типы ресурсов. Картинки в WebP и прочее. и вообще все. Какие кодировки поддерживает браузер, какие языки поддерживает и Google Analytics аналитики, зачем тут аналитики, зачем тут она, я не знаю, почему у меня тут аналитика. Ну ладно. На это сервер мне ответил. 200 окей, такая-то дата, такая-то длина ответа, и вернул обычный текст в кодировке UTF-8. Собственно, что мы и отобразили. Вернемся обратно к коду. Если вернуться обратно к Go. Вот эти все статусы, 200, их можно не запоминать, для этого все сделано. Есть в пакете HTTP все поля с этими статусами. Если мы введем статус, то тут прям огромная куча всего. нас интересует статус окей. Если мы посмотрим в исходнике Go, то там 200. То есть можно посмотреть, что каждый статус значит. Про body clause рассказал. Про это рассказал. Прекрасно. Но зачастую просто отдать какой-то текст там недостаточно. Мы хотим красивости. Мы хотим обернуть его во что-то. Мы хотим какую-то логику над этим сделать, там, в цикле их вывести и так далее. Для этого в языке есть шаблонизация. самая простая шаблонизация. Мы можем создать шаблон с каким-то именем, например, main и спарсить строку для этого шаблона. Дальше мы делаем то же самое. Тут я уже обработал ошибку. если мы не смогли получить как текст из этой опишки, то мы кинем internal server error и напишем error и уйдем. Дальше мы делаем ровно то же самое. Единственное отличие, мы не делаем write, мы делаем execute шаблонов, которые передаем наш writer. а также передаем сюда данные, которые нам нужно отобразить. Еще раз, мы создали шаблон. В шаблоне есть специальный синтаксис, он есть в документации, есть замечательная книга по шаблонам, я ее приложу в материалах в посте. Там описывается про то, как с этими шаблонами работать, как с ними работать правильно, неправильно и так далее. В точку приходит та переменная, которую мы передали в execute. То есть здесь у нас будет строка с нашим ответом от сервера с ASCIIART. Давайте запустим сразу. Там 0.2 вот. Мы тут написали всяких стилей, которые хотим, чтобы применились, и вывели на экран уже шаблонизированный наш ASCIIART в рамочке. Красота. помимо того, что мы просто можем вывести какую-то информацию внутри другой информации, мы здесь можем написать... Во-первых, мы можем писать всякие функции, условия и так далее. Например, мы можем написать здесь обычный if. If не n-e это not equal функции. Чему мы там сделать? Интересно, как он точку отобразит? Никак. Окей. Если натыква то, что мы передали какой-то строке, допустим, строке str. Это мы здесь выведем not str. Ну вот, собственно, у нас строка вообще никогда не может быть равна str, потому что у нас томасский art, мы вряд ли проверим что-нибудь там. Но вывести какое-то условие, сделать какое-то условие мы можем. Вообще шаблонизатор достаточно тупой, он даже складывать и почитать не умеет. Он умеет только делать условия, циклы. В него можно передать свои функции. Но это чуть дальше расскажем. Шаблон здесь находится внутри go-файла. И, собственно, когда мы компилируем go-файл, то шаблон хранится внутри этого файла экзекьютного, исполняемого. И, в принципе, он неотделим от него. Только если пересобирать. Это inline-шаблон. Можно использовать шаблон внешний. У нас есть шаблон, который находится в файле template.html. По сути, это маленький такой to-do-лист сделали. Что у нас происходит? Мы создаем, как и в прошлый раз, шаблон. Можем передать туда какие-то функции. Тут напишу в комментариях, чтобы там было понятно. И дальше парсим файлы. Файлы парсятся относительно этой директории и будет спаршен вот этот вот template.html. Если он не смог заэкспандить этот шаблон, то мы напишем cannot expand template и уйдем. Если все замечательно, то мы набросаем небольшой список тудушек. Выучить гоп, сетить лексу по профит. И на корневой паз нашего приложения, в приложении повесим экзекьют этого шаблона. если мы не смогли заэкзекьют этот шаблон, то мы вернем пятисотку. Если в шаблоне какая-то ошибка или еще что-то. Если вообще в шаблоне какая-то синтаксическая ошибка, то он вообще не скомпилируется изначально, то есть программа не запустится. Но если там логическая ошибка, допустим, мы используем переменную, которую мы не передали туда, то тогда мы вернем пятисотку. Так. Давайте запустим, потом посмотрим, что там дальше. туду листик. Так. Много мы уже выучили, как бы. Отлично. Можно закрыть. Как я уже говорил, у нас могут быть разные методы запроса. У одного и того же запроса может быть два разных метода. И как-то это все проверить мы можем в нашем хендлере. Здесь. Проверяем, если мы делаем пост-запрос, то мы должны взять ID-шник нашего таска, сконвертировать его в int и поставить нашей тудушке по этому индексу done true. То есть у нас тудулист, у него есть какое-то имя, у него есть done, завершенный либо незавершенный. И мы делаем, делая пост-запрос на тот же адрес, мы закрываем этот, закрываем этот таск. Проверяется это очень просто. Опять же, в HTTP есть подготовленные для нас константы, которые, для каждого метода. Есть методы get, head, head используется для получения заголовков ответа только, пост для обновления данных, put, патч, delete, delete для удаления, важный потом понадобится нам метод options, который возвращает какие-то изменения, какое-то состояние сервера. Либо мы можем изменить какие-то параметры сервера с помощью этого запроса с этим методом. Post это метод, который добавляет какие-то новые данные. Put это метод, который изменяет существующие данные. То есть put метод является идемпотентным, а post нет. Put изменяет существующие данные, пост добавляет новые данные. Здесь мы проверяем на пост Давайте посмотрим, как это сделано в шаблоне В шаблоне у нас есть форма с input, в которой содержится наш индекс И кнопкой И при сабмите этой формы она будет сабмититься на наш URL, нашего сервера С методом post Вот так вот выглядят циклы То есть внутри шаблона есть такой же, по сути, почти такой же range, как и в самом языке То есть мы передали туда массив наших тасков Точнее, слайс наших тасков Он по этому слайсу итерируется Примечательно то, что точка вот здесь вот, то есть слайс, который мы передали И точка вот здесь вот, где мы вызываем name, это разные точки В первой точке будет содержаться наш слайс, по которому мы итерируемся А внутри уже этого range в точке будет содержаться не слайс, а элемент этого слайса То есть текущий value Здесь мы передали в шаблон функцию из not done То есть у нас есть шаблон С помощью метода funks мы в этот шаблон передаем funkmap Мы можем назвать эту функцию как-нибудь по-другому И эта функция проверяет просто Она принимает в себя эту тудушку и проверяет, что она не дан Помимо того, что мы можем писать handle funks здесь Мы можем создать специальную структуру handler Я покажу это в первом примере Мы можем написать type handler struct и создать пустую структуру И у этого хендлера создать функцию serve.http Которая будет принимать также response writer и request Ну, в общем, по сути, это та же самая функция, которую мы передаем в handle funks Так Вот Serve.http — это функция, которую мы передаем также внутрь handle funks Не, мы ее передаем не внутрь handle funks Есть в htp handle И она принимает, опять же, пас И сам хендлер, в который объявлена функция serve.http У нас это Нам нужно его создать сначала Handler Handler И этот хендлер мы передадим сюда Да, и нам будет наследоваться Htttp Вот Кроме handle funks, которой мы просто передаем функцию Это красиво, это красиво, удобно Есть такой не очень красивый вариант Это мы создаем структуру хендлер В которой объявляем метод serve.http А эта структура должна реализовывать интерфейс htp-handler Как раз видим Этот интерфейс Внутри пакета htp И мы можем этот хендлер Передать функцию handle И она будет делать совершенно то же самое Что Что наш handle funks Помимо этого Мы можем написать Этот хендлер Не в метод handle А вот сюда Тогда вообще все запросы Которые придут на этот порт Будут обрабатываться одним хендлером В принципе И так сейчас Если мы делаем слэш То у нас опять же Все запросы будут обрабатываться Одним хендлером Так просто Запись Короче Но все равно Мы рекомендуем использовать handle funks Потому что это Используется везде И это удобно И так далее Отлично Шаблоны Это конечно замечательно Но Есть огромный минус Во-первых Когда мы хотим передать данные Мы передаем по htp Не только данные Но и Очень много Всякой обвязки Тут тот же самый html Если мы посмотрим сейчас на пример То вот этот весь шаблон С размноженными данными Будет возвращаться в браузер Вот как пример Посмотрим на запрос Куча, куча всего Так как данные динамические Мы не можем это все закешировать Потому что данные могут изменяться Нам нужно всегда Подхватывать новые данные И отображать Это первый минус Второй минус Это работает только в браузере Раньше Все так писали Сайты Веб-проекты Потому что Был браузер Больше ничего не было Но Когда наступил 2007 И был представлен iPhone И там появились приложеньки Вся вот эта вот Технология превратилась в тыкву Оно до сих пор используется Оно очень много где используется Но если у вас Не только сайт Но еще мобильное приложение На iOS На Android И так далее То нужно как-то Искать выход из ситуации Как передавать На другие клиенты На другие типы клиентов Кроме браузера Данные И для этого Строят Специальные API Это Application Programming Интерфейс То есть интерфейс По которому Будут общаться Клиенты и сервер В большинстве случаев Сейчас используется Для передачи данных Формат JSON Формат этот Выглядит Следующим образом У нас есть Какой-то ключ И какое-то значение Все JSON переводится как JavaScript Object Notation Он назначает Нотация языка JavaScript У нас есть Объект У объекта есть ключ Ключ значения Значение может быть Строка Число Boolean Массив какой-нибудь Либо другой объект Давайте рассмотрим На примере Как сделать JSON API И чтобы он работал С кучей разных клиентов Как пример То же самое Тот же самый To-do-лист Но Немного На стероидах Что происходит У нас есть Как обычно Root Path Который Отдает Обычную HTML Просто Ни шаблон Ничего Обычная HTML В которой написано Тонна JavaScript Который Будет Делать Запросы За Данными И есть Специальный Path To-dos Который В зависимости От типа Запроса Делает Разные Вещи Рассмотрим Для начала Get Если Мы Обратились Туда С Get Запросом То Мы Возьмем Наши To-душки Преобразуем Эту Структуру В JSON Напишем Что Все Замечательно И Отдадим Это JSON Сейчас Разберем Более Подробно Что Это Значит Сначала Посмотрим На Примере У У Нас Есть Какая-то Тудушка Которую Мы Вернули Из Запишки В виде JSON То есть Выглядит Это Следующим Образом Это Массив Из Объектов Из Объектов Здесь У нас Вернулся Один Объект У него Есть Ключ Name Который Означает Имя Тудушки И Ключ Done Который Означает Закончена Она Или Не Закончена То Что Я Уже Говорю Обязательно Надо Отдавать Content Type Для Того Чтобы Браузер Понял Что Мы Возвращаем Не Текст Обычный А JSON Теперь Подробнее Про JSON JSON Мы Можем Преобразовать Практически Любую Структуру В которой Нет Никаких Циклических Зависимостей То есть Обычная Структура С данными Мы ее Можем Спокойно Конвертнуть В JSON Формат Для Того Чтобы Ключи JSON Соответствовали Немного Другому Чем Именно Структуры Например У нас Есть Name Если Мы Не будем Указывать Эти Модификаторы JSON То Нам В API Ну Во-первых Все сломается API Будет Возвращать Так Как Указано В этой Структуре То есть Name С большой Буквой Данс Большой Буквой Тем Кто Разрабатывает Подбраузер Это Не очень Нравится Поэтому Придумали Специальное Переименование Полей Для Конвертации В JSON Это Все Делается С помощью Пакета Encoding JSON Также Подключается Как На HTTP И Есть Метод Marshall Который Берет Данные Из Структуры Или Слайса И Преобразует Это В обычную JSON Строку На выходе Получается Slice Byte Ну Если Не Конвернулось То тут Есть Ошибка Можно Ее Будет Потом Обработать Давайте Сейчас Перекинемся Чуть Выше Как Мы Отдаем Обычный HTML Файл У нас Есть Замечательный Пакет Утил Который Просто Упрощает Очень Дико Нам Жизнь С Помощью Него Можно Просто Взять Прочитать Файл И Вывести Его Все Мы Просто Открываем Этот Файл И Выводим Его Содержимое Вообще Никакого Ничего Не надо Делать Никаких Буферов Создавать Можно Поступить Сложно Можно Создать Буфер Сделать Ос Read То есть Есть В пакете Ос Метод Open Который Открывает Файл И потом Читать В этот Буфер Из этого Файла Это Неудобно Поэтому Используем Так Но Если Мы Не нашли Этот Файл То HTTP Status Not Found Нам Выдастся Кроме Того В Методе HTTP Есть Свои Штуки Для Отдачи Файлов Например Можно Сделать Серв Файл Это Я Показываю Просто Как Для Примера Можно Даже Засервить Целую Папку Дальше С методом Get Мы Разобрались Он Просто Берет Наш Запрос И Отдает Все Что У Него Есть То Есть Все Тудушки Которые Мы Здесь Сохранили Он Отдаст Если Мы Хотим Как-то Добавить Новую Тудушку То Мы Используем Метод Post Для Добавления Нового Элемента Выглядит Это Следующим Образом Так Я Тук Поломал Забыл Что Я Поломил Починил Пост Запрос Пост Запрос На тот же URL Выглядит Он будет Следующим Образом Так Реквест Пост Туду С HTTP 1.1 Дальше Кому Хасту Коннекшены Юзер Агенты И Пайлот Пайлот Это То Что Мы Передаем В запросе То есть Там Представьте Что Там Пустая Строка Туш Браузер Это Не Показывает И Идет Сам Пайлот В Пайлоте Мы Передаем Тудушку Которую Хотим Создать Новую Что Мы Делаем На стороне Сервера На Такой Вот Запрос Так К нам Приходит JSON В виде Строки Мы Должны Его Как-то Преобразовать В структуру В пакете JSON Есть Замечательная Вещь Как Декодер Она Может Взять Body Нашего Запроса Распарсить Его И И Задекодить То есть Мы создаем Структуру В которую Мы Поместим Наш Запрос Передаем Эту Структуру Точнее Указательную Структуру В Декодер Которую Мы Создали И Если Все Хорошо Если Нам Пришел Валидный JSON То есть Без Какой-то Лишней Кавычки Лишней Скобочки То Мы Просто Эту Тудушку Добавим К Нашим Существующим Тудушку Тут Написано Много Джаваскрипта Который Это Все Делает После Того Как Мы Здесь Добавили Вот Отправили Методом Пост Все Мы Апдейтим Наши Тудушки То есть Мы делаем Еще один Агент запрос За всеми Тудушками После того Как мы Добавили Существующего Чтобы у нас Была Консистентность Данных Между Клиентом И Сервером То есть Мы Что-то Обновили Нам Нужно Забрать Обратно Всю Эту Информацию Для Того Чтобы У Нас Было Последнее Состояние Сервера Теперь У нас Два Таска Три Таска Теперь Мы хотим Как-то Модифицировать Нашу Информацию Допустим Мы Хотим Закрыть Наш Таск Нашу Задачу Для Для того Чтобы Закрыть Задачу Мы Должны Обновить Как-то Данные Для Этого У нас Есть Пут Метод Который Обновляет Уже Существующие Данные Есть Спецификация Рест Которая Говорит Про То Как Должны Передаваться Параметры В Этом Методе Сначала Покажу На примере Потом Разберем Код Допустим Мы Уже Выучили Го И Мы Хотим Закрыть Задача Закрыта Смотрим Куда Мы Обратились Мы Обратились По Специально По Урлу Тудус Но Добавили В конец Урла Айдишник Тудушки Которую Мы Закрываем Ее Можно Передать По-любому Можно Передать В Параметрах Запроса Но Обычно Именно Айдишник Ресурса Идентификатор Передается В Урле То есть Мы Хотим Обновить Вот этот Вот Тур Эта Спецификация Называется Рест Она Сейчас Очень Популярна Большинство API Придерживаются Ее И Мы Рекомендуем Тоже Что Мы Делаем На Пут Запрос Если Нам Пришел Пут Запрос Нам Нужно Как-то Распарсить Этот Ноль То есть Мы Должны Взять Наш Пас И Убрать Из него Тудус То есть Мы Должны Взять Последние Последний Символ Паса В котором Нет Этого Урла Дальше Мы Это Конвертируем В Инт С помощью Парсинт Который Передаем Вот Эту Строчку Которая У нас Получилась Потому Что У нас Получается Строчка При Получении Фрагмента Строчки Получается Строчка Дальше Система Счисления Передаем В Какую Мы Хотим Перегнать И Размер Размер Значения Если Передан Ноль То По умолчанию Там Идет Размер НТ И По этому Индексу В Тудушках Мы Ставим Дан Тру И Все Опять же Клиент После этого Берет Опять Свежие Данные И Обновляет Их То есть Перерендривает Страничку Если Мы Закрываем Кой Таск Он Сначала Делает Запрос На Изменения А потом Запрос На Забирание Данных Уже Новых И Они Приходят Здесь С Дан Тру Если У нас Нам Приходит Какой-то Delete Метод Что-то Удалить Удаление Здесь Не Реализовано Либо Head Метод Options Метод И так Далее Мы Вернем Статус Метод Метод Not Elode Сейчас Вспомним 405 Статус Да Вот Так Конечно Хардкодить Порт В Программу Как-то Не Очень Удобно Поэтому Есть Куча Вариантов Например Этот порт Передать В Значение В командную строку При запуске Программы Либо Через Переменное Окружение Давайте Рассмотрим Следующий Пример Здесь Мы Рассмотрели Как Мы Из Джейсона Получаем Данные Если Джейсон Пришел В Боди И Посмотрели Как нам Преобразовать Это все Джейсон С помощью Джейсон Маршал Теперь Рассмотрим Простой Примерчик Он Поменьше Немного Тут Мы Будем Уже Просто Так Парсить Джейсон То есть Нам Пришел Какой-то Джейсон Из Внешней Апишки И Мы Этот Джейсон Отобразим Апишка Это Делает Следующее Она Берет Какой-то Шуточку От Чаки Норрисе И Возвращает Ее Случайно Я тут В параметру Казал Нерде Чтобы Такие Шуточки Понятные Узким Кругом Давайте Запустим Что У нас Тут Джейсон Собственно Вот Что Делаем Создаем Также Клиент Как В самом Первом Примере Он Делает Запрос За Апи Который Возвращает Какой-то Джейсон Давайте Посмотрим Какой Джейсон Он Он Выглядит Примерно Так То есть Ще Побольше Сделаем Вот То есть У него Есть Type И Value Сама Шутка Сама Joke Это У нее Есть ID И Сам Текст Как Происходит Как Происходит Преобразование В Джейсон Здесь Здесь Мы Читаем Все Из Body Из Нашего Респонса Абсолютно Все Создаем Структуру С Респонсом В Которую Потом Мы Помещаем Указатель На эту Структуру И На Текст Который Нам Нужно Преобразовать Джейсон То есть С Метод Метод On Marshall По Логике Понятно Что Он Альтернатива Он Противоположность Методу Marshall Принимает Slice Byte И Указатель На Структуру В Которую Нужно Все Положить Вот Вот его Сигнатура Кстати Очень удобно Вы можете Просто Взять И смотреть Как реализованы Разные методы В самом языке Go Потому что Язык Go Написан Язык Go Вся стандартная Библиотека И компилятор Тоже После того Как мы Все преобразовали И Не получили ошибку Мы Просто Сам текст Шутки Выведем В Браузер Ну То есть Вернем В Чтепи Запросе Давайте Посмотрим Сразу Нетворк А нет Это не тот Нетворк Вот тот Нетворк Запросили Опять же Запросили Почему-то Пост А я понял Почему пост Потому что Мы до этого С шаблонами Делали пост Он Сохранился В браузере Так Вот Get Отлично Мы там Не различаем В этом Примере Методы Там Различали Поэтому Мы берем Шуточку И возвращаем Ее В Респонс С такими Заголовками Как Это не очень Шуточка Вот Вот так Так У нас есть Пример С ботом Тут есть Отличительная Особенность Мы Используем Какую-то Стороннюю Библиотеку Для того Чтобы Сделать Этого Бота В чем Главная Проблема Ее у нас Нет Ее надо Как-то Откуда-то Взять Если Мы Разрабатываем Внутри Нашего Мы Разрабатываем В Go У нас Есть GoPath В который Мы можем Сделать GoGet И В GoPath Наш Положится Этот Пакет То есть Мы делаем Go Get Этот Пакет Можем Посмотреть В GoPath Ну как бы Вот Он сохранился Здесь Но Это не очень удобно Потому что Мы можем Собирать Наш проект На чужих Серверах Мы можем Мы можем Не у себя Это собирать А где-то В другом месте И постоянно Мониторить То что Мы делаем Там GoGet Это неудобно Это во-первых Во-вторых Мы можем Использовать Библиотеку От какого-то Нехорошего Разработчика Который Просто возьмет И запушит Что-то Не то Туда И все Сломается То есть Вы собираете На своем сервере У вас Ничего не собирается Потому что Библиотека Поломана Это происходит Потому что Go Скачивает Все вот эти Библиотеки В основном С гитхаба И туда Кто угодно Что угодно Может запушить Ну не кто угодно А именно Создатель библиотеки Может что угодно Запушить И поломать Всем все Это главная проблема И ее Пытаются решить С помощью Внедрения Вендоринга Вендоринг Это То Как мы храним Зависимости Нашей программы Допустим Мы зависим От этого пакета Самое лучшее Что мы можем Сделать Это просто Взять И сохранить Этот пакет У себя В репозитории Чтобы он Был неизменяем И никто не мог На него Как-то извне Повлиять С 2015 года Это сделать Стало Можно То есть Go Перестал ходить За пакетами Только в GoPath Он Разрешил Ходить в специальную Папочку Вендор Которая Находится Вместе с Сходниками То есть Если вместе Сходниками Лежит папочка Вендор В ней Есть папочка SRC И в нем Лежит Вот эта Ваша Зависимость Библиотека Которую Вы используете То все Будет работать Единственная Проблема Это как Автоматически Эти зависимости Выкачивать Для этого Развелось Очень много Всяких Инструментов Для сборки Проектов Например GoVendor Glide GB И вообще И очень много В компании Mail.ru Используется GB Поэтому я вам Расскажу Немного Про GB Зачем я сюда Перешел Как мне вернуться Не 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 Вот Да Так 0.6 Вот Для того Чтобы Работал GB Давайте Зайдем На его Сайтик И посмотрим Как его Вообще Можно Скачать Установить Вот Наконец-то Есть Сайтик GB Это по сути Обычный Go-пакет Который Можно Установить Через Go-Get Если У вас Прописано В Вашем Path В системе Что Если В вашем Path В системе Есть Go-pass Slash-bin То Вы сможете Потом Ввести GB И Оно Будет Работать Если Нет То Вам Нужно В Ваш Path В системе Добавить Go-pass Slash-bin Его Можно Установить Из Пакетных Менеджеров Его Даже Можно Установить Системных По По крайней мере На маке Можно Наверное Так Что нам делать С нашей зависимостью Если у нас GB Во-первых Нам нужно Изменить Немного Структуру Проекта Если Если У нас Здесь Была Папочка SRC Точнее Был Просто Файлик То Мы Должны Это Обернуть В Папочку SRC И Наш Файлик Положить В Пакет В Папочку В Которую Мы Будем Это Все Собирать То Есть Название Пакета Будет По сути Нашим Исполнением Файла Названием Нашего Исполнением Файла Да И важно Чтобы Все Лежало В Папочке SRC Тогда GB Будет Понимать Что Это По сути Ваш Локальный GO Пасс И Будет Все Делать Относительно Него Так Все У меня Есть Папочка SRC В SRC Есть Моя Папочка Main В которой Мой Пакет Main В которой Есть Мой Main Go Теперь Я могу Взять И Установить Зависимость Я мог Это Сделать И Раньше С помощью GoGet Но Теперь Я Использую GB И мне Надо Сделать GB Vendor Fetch И URL Моей Зависимости Сейчас Я его скопирую Копирую Допустим С SRC С SRC Наш Telegram Bot API Телеграм Bot API Внутри себя Используют Techno Win Помимо того Что мы положили Наши исходники Вендор Мы туда Мы можем Оставить Этот Манифест Репозиторию И на серверах Сборки Допустим Делать Для всех Пакетов Делать GB Вендор Вендор Рестор Да Я не в той Консоль Кито сделал GB Вендор Рестор Я сейчас Удалил Папочку Папочку Вендор Очистил Но оставил Там Манифест Он возьмет И по манифесту Этому Возьмет Именно те Версии пакетов Которые указаны В манифесте А не новые Как это сделал Begoget То есть Это помогает Защитить Наш проект От Всяких Поломок Неочевидных Работ И так далее Ну а ты Опять же Он то же самое Положил Нам сюда Вернемся Это небольшое Лирическое Отступление Вернемся К боту Нам нужно Сделать Телеграм Бота Телеграм Бот Это обычное Веб Приложение Которое Общается С внешним Миром По протоколу HTTP Но Со своими Особенностями Как мы Можем Общаться С ботом Все боты Живут На серверах Телеграма У каждого Бота Есть свой Эдишник И мы Можем Запросить Изменения Каких-то Чатов Просто Запросив API Telegram Org Slash Bots Slash Get Updates Точнее IDшники Get Updates И мы Получим Все апдейты Которые Пришли Этому Боту Все чаты Которые Ему писали И все сообщения Которые Ему писали Но Это Неудобно С той точки зрения Что это Во-первых Нагружает сервера Телеграма И Часто бывает Что они могут быть Недоступны Из-за этого И постоянно Опрашивать На вот эти вот Апдейты Тоже Тоже не хочется Поэтому Было придумано Сделать специальную штуку Называется Webhook По сути мы говорим Telegram Telegram Ходи пожалуйста Со своими апдейтами Вот сюда По этому Урлу И Когда пришел Какой-то апдейт В бота Он возьмет Этот апдейт Засунет По этому Урлу По Webhook Дальше мы Сделаем уже Мы этот Апдейт Обработаем Что-то Ответим Тому человеку И так далее Вообще Как создаются Боты Проще всего Это сделать С помощью Бота Да Есть бот Для создания ботов Он называется BotFaser Вы можете добавить Его себе В Telegram И создать Нового бота Так Мы должны Ввести сначала Имя нашего бота TestBot Дальше Его название Которое обязательно Должно заканчиваться На бот Так Telegram Определяет Настоящий бот У нас Или Настоящий человек У нас Или бот По окончанию Бот В имени Например Какое-нибудь Простенькое название MSU Go 2017 TestBot Отлично BotFaser В ответ На это Нам вернул AccessToken То есть AccessToken Содержит в себе Идишник Нашего бота И сам токен Который Который Будем использовать Для обращения К этому боту Его можно найти Достаточно Ввести его имя Вот У нас есть этот бот Он пока ничего не делает Потому что Ничего не умеет Мы можем Начать с ним общение Тогда Пошлется команда Start Но нам нужно Чтобы этот бот Обрабатывал именно Наши запросы Что мы можем сделать Вот мы Во-первых Мы создаем Нового бота За нас Делает библиотечка Она просто Создает структурку В которую положат Все идентификационные Данные этого бота Например Это Его AccessToken Это не то Берем AccessToken к боту Копируем Вот Создаем Новую бот-апишку Ставим Ставим Боту Debug True Это Обзначает Что Все сообщения Которые проходят Через бота Все ответы Бота Будут Идти в логи Для того Чтобы мы могли Его правильно Отдебашить Дальше Дальше мы пишем Дальше Дальше нам нужно Повесить Этого бота Этого бота На какой-то порт Делаем Это мы Асинхронно То есть В гору тине Почему Потому что В этом потоке Нам нужно будет Как-то Обрабатывать Апдейты Мы можем Апдейты в отдельном потоке Обрабатывать Но Сделали так То есть Слушаем бота В отдельном потоке Слушаем Входящие запросы А апдейты Обрабатываем Уже Вот здесь Главное Все апдейты Приходят В апдейт Внутри себя ListenForWebHook Делает Обычный HTTP HandleFunk И принимает Все запросы Просто он Скрывает От нас Логику Добавление Парсинга Ответа И Добавление Его В канал Апдейтс У нас Это будет Канал Давайте я покажу Лучше Что он возвращает Вот Это канал Структур Апдейт Мы залезли Внутри библиотеки И Как я уже говорил У нас здесь HTTP HandleFunk Обычный Он просто Читает Эти апдейты И Кладет их В канал Ничего сложного Можно было И самим Написать Но Надо же было Рассказать Пару библиотеке Мы Проходим Мы читаем Из этого Канала Последовательно В рейнже И На каждый Апдейт Мы Пишем В логе Текст Который К нам Пришел И Если Этот текст Райвен GetJoke Мы Создадим Новый Месседж С Айдишникам Чата И Туда Вернем Нашу функцию Которую мы написали В прошлом Примере Которая берет Из запишки Шутку Если же Это сообщение Какое-то другое То Он вернет нам PressJoke To receive Joke Дальше Мы можем В боте Показать Клавиатуру Клавиатура Это Клавиатура Это то Что показывается Внизу Под Отправкой Сообщения Чтобы можно Было Не писать Какой-то текст А просто Нажать На кнопку И Текст Который Находится На этой кнопке Просто Отправится В В Бота Это делается С помощью Replay Markup Replay Markup Сам по себе Это Здесь Это пустой интерфейс Но мы туда Передаем Слайс Слайсов Баттонов Слайс Слайсов Чтобы мы их Могли распределить Равномерно В столбик Или вдоль Здесь у нас Сейчас Одна кнопка Которая Кнопка Которая В которой Написано GetJoke Помимо Того Что У нас Есть Кнопки Которые Просто Текст Делают Мы можем Делать Кнопки Которые Какой-то Location Передают Либо Кнопки Которые Передают Какой-то Контакт В Bot.ip Очень много Всяких Таких Возможностей Которые Можно Использовать Так Работает Это Примерно Следующим Образом У меня Тут уже Был Готовенький Бот Есть GetJoke Кнопочка Которую Мы нажимаем Отправляется Запрос GetJoke И Бот Возвращает Текст Про модель Оси я не рассказал Поэтому Не смешно Понятно Давайте Свои боты Как-то Выложим Куда-нибудь Для этого Попросили Зарегаться Нахероку Я Сейчас Покажу Как Это Все Делается Я Удалю Старое Своё Приложение И Создам Новое С Таким Же Названием Сервер Пусть Будет В Европе Дэн Это Стоит Большой Пинг Вот Как Мы Можем Выложить Тот Код Который Мы Написали Уже Для Бота В Хероку Для Этого Мы Можем Сделать Хероку Логин То есть Нам Нужен Какой-то Команд Лайн Интерфейс Для Хероку Дальше Мы Должны Проинициализировать Проинициализировать Новые ГИТ-репозиторий И Добавить Новый Ремоут Хероку Деплоится Через ГИТ То есть Это Отдельный Ориджин Отдельный Ремоут Сервер В который Мы Кидаем Наш Код Он У себя Его Как-то Собирает Запускает И Все Работает Бесплатная Версия Рассчитана По-моему На 550 Часов В Месяц То есть Если У вас Приложение Если у вас Приложение Начинает 20 минут Не отвечать То Она Засыпает Вот Потом Когда вы Решите К ней Обратиться Еще раз То Она Просто Проснется Так Отлично Давайте Тогда Проинициализируем Здесь Новый Гид Репозиторий В Хирок Я уже Залогинен Логиниться Придется Только вам Я Начну Уже С второго Шага Мы Инициализировали Свежий Гид Репозиторий В нашем Боте Посмотрим Что у нас Тут Есть Что-то Коммитим С каким-нибудь Осмысленным Названием И посмотрим Наши Ремоуты Когда я Принятил Свежий Гид Репозиторий Здесь у нас Ну и написал И выполнял Эту Команду Масу Год 2017 У нас В Ремоуты Добавился Добавился Ремоут Хироку Это Удаленный Сервер Который Лежит На Хироку В который Мы Отправим Свой Код И Который Будет Собираться Там Давайте Запушим Туда И посмотрим Как Он Там Соберется Git Push Хироку Мастер Видим Что Все Отправляется Сейчас Появится Сообщение О том Что Началась Сборка По умолчанию Он будет Ставить Go 1.8 Можно В конфиге Ставить Версию Go Которую Мы Будем Использовать Вот Он Все У себя Где-то Там Билдит Он Увидел Что Мы Уже Скачали У нас Вендоре Лежит Наши Пакеты Локально Он Не будет Как-то Устанавливать Он Вообще Не умеет Устанавливать Поэтому Он Сам Рекомендует Использовать Какую-то Систему Вендоринга Мы Задеплоили Можем Посмотреть Логи Что нам Там Понаписало Видим, что Процесс Запущен Что мы Авторизовались Как Бот И Что У нас Вебхук Установка Вебхука Прошла Успешно Теперь Мы Можем Написать Что-нибудь Нашему Боту И Бот Уже Будет Работать Так Мы Его Задеплоили И Появится В ответе Уже Появится Эта Кнопка То есть Кнопки Привязываются К ответу Допустим Бот Может Задать Вам Вопрос И В виде Кнопок Всякие Варианты Ответов Показать А, да Еще один Важный Момент Heroku Мы Не знаем На каком Порту Heroku Будет Запускать Наше Приложение Поэтому Порт Прокидывается Через Переменное Окружение Так Переменное Окружение Есть В пакете Ос Специальная Функция GetN В которой Возьмет Переменную Порт Из Переменных Окружений И При Старте Нашего Сервера Он Прокинет Этот Порт Туда И Приложение Стартует Уже На нужном Нам Порту Так Heroku Понимает Куда Обращаться За Приложением Я Хотел Поговорить По WebSocket Еще Да HTTP Это Здорово И Удобно Мы Можем Делать Сайтики Мы Можем Общаться Разными Сервисами Можем Передавать Мету Информацию В заголовках Авторизовываться В TCP Мы не можем Авторизовываться На сервере В HTTP Мы это Можем Сделать Но Тут Нам Приходит Задача Асинхронного Общения То есть Мы хотим Что-то Отправить Серверу Сервер Нам Сервер Нам Мы Сервер Сервер Нам Мы Сервер TCP Это С этой Задачей Справляется У нас Есть Коннекшены И мы Можем Либо Серверу Что-то В Коннекшен Кидать Либо Сервер Что-то В Коннекшен Кидать Это Достаточно Удобно Но В HTTP HTTP Синхронный В HTTP Нету Такого То есть Сначала Нам пришел Запрос А потом Ответ То есть Установил Соединение Пришел HTTP Запрос Сервер Как-то Обработал И Выслал Ответ Сначала Выслать Ответ А потом Принять Запрос Мы Как бы Не Можем Поэтому Лучше Мы Подумали Над этим И Додумались До Протокола WebSockets По Сути Это Протокол Асинхронных Сообщений Мы Можем Работать С ним Из Браузера Давайте Например Посмотрим Я Его Сразу Запущу Так Go Run Main Go Так Так Открою HTML Браузер Да Каждые Примерно Пять секунд Будет Обновляться В браузере Шуточка Мы Не Идем Запросом За ней Мы Настроили Уже Коннекшн Между Клиентом И сервером И Каждые Пять Секунд Сервер Будет Просто Клиенту Отдавать Что-то Новенькое Так Как это работает Браузер Перед тем Как Начать WebSocket Сессию Посылает На сервер Запрос Options С типом Options Я обещал, что мы поговорим Мы говорим Тип Options Означает, что мы проверим Наличие Какого-то Поддержки Чего-то В сервере То есть На примере А, ну здесь это Гетом Ну, не важно Можно Обществом Можно Гетом Главное, что Ответ 101 Это Сервисный Ответ Сервера Что мы Производим Switch Протокола Мы идем По этому Урлу Заметьте У нас Другая схема При общении С WebSocket Мы Используем VS Вместо HTTP Но опять же Здесь у нас HTTP 1.1 И мы Требуем От сервера Upgrade До WebSocket Сервер В свою очередь Нам Возвращается То 1 Что Connection Upgrade И мы В WebConnection Можем Слать сообщение И принимать Сообщение Из себя Представляет Обычный Набор Byte Главное Отличие Это Спереди Есть Флаг 00 Сзади Флаг FF Два Флага Которые Показывают Что Начало И Конец Сообщения Все Эти Сообщения Мы Можем Смотреть Которые Приходят Вот Здесь В Браузере Можем Смотреть Это В Вкладке Frames Постоянно Эти Сообщения Приходят У них Есть Время Которое Они Пришли И Длина Как Это Реализуется Внутри Go Внутри Go Можно Реализовать Это Кучей Разных Способов Самый Есть Способ Официальный Который Который Не Рекомендуется Где-то Здесь Вот Вот Она Они Разработчики Go Так и Не Доделали Реализацию Протокола Вебсокетов У себя Вообще Он Находится Вот По Такому Адресу Этот Пакет То есть Можно Подключить Xnet Вебсокет И Все Будет Работать Проблема В том Что X Который В Урле Это Означает Что Функция Экспериментальная И не Рекомендуется Икспользовать Поэтому Сами Разработчики Языка Рекомендуют Использовать Вебсокет От Человека С Никнеймом Горилла Вот Этот Пакет Лежит На Гитхабе Опять Если Вы будете Использовать Как-то У себя Обсокеты То Лучше Используйте Вендоринг Потому что Неизвестно Что Может Случиться Вообще В нашей Компании Очень Много Людей Пилят Свои Велосипеды Которые В некоторых Случаях Лучше Тех Которые Стандартные Быстрее Или С более Удобным Интерфейсом Или более Нескорровневые Для того Чтобы На Высоконагруженных Сервисах Это Работало Лучше Пример Такого У нас Свою Реализацию Вебсокетов Чтобы Проапгрейдить Наше Соединение Нам нужно Первым делом Создать Апгрейдер В апгрейдер Мы передаем Кучу параметров По буферам Можно Не передавать Они Есть Дефолтные Где-то Они там Дефолтные Вставляются Надо код смотреть Сейчас точно Не найду И Важная Штука Это Check Origin Что это Такое Браузеры Они За безопасность Они Сделают Все возможное Чтобы Вас Не взломали Как-то И Вам не поломали Компьютер Ничего Поэтому В браузерах Нет Никаких Функций Для работы С Памятью С диском И так далее С Соединение С Запросами То же самое Если вы Сейчас Находитесь На Урле Который Не Ваш То есть Допустим Мы находимся На Mail.ru И делаем Какой-то Постзапрос на изменение Данных В Яндексе У нас Ничего не выйдет Потому что Браузер проверяет Что мы Не на Mail.ru Находимся Но идем в Яндекс Увы Ничего Не получится Это Называется Check Origin И в В браузерах Это Есть спецификация Специальная Называется Course Это Cross Origin Response Request Сейчас Короче Cross Origin И Этот Cross Origin Можно обойти Заголовками То есть Мы можем В ответе Вернуть заголовки Да Браузер Пожалуйста Можешь принимать С моего Домена Разные Данные Или Обновлять На моем домене Данные И если Этот заголовок Есть То браузер Посмотрит Посчитает Что да Если тот Домен Разрешил Этому Домену Получать Или изменять Данные То значит Все хорошо Тут То же самое Мы Обращаем Мы находимся Вообще На каком-то Непонятном Здесь Урле Который Нам Сгенерировал Сгенерировала ИДЕшка И он Совершенно Не соотносится К Тем Урлом К которому Мы обращаемся Вообще Никак Поэтому Здесь Мы Отключили Check Origin То есть Мы просто Возвращаем Что Любой Origin Нам Подходит Нормально Подключайся Здесь мы Создаем наш Upgrader И делаем ему Upgrade Туда Передаем Writer Request И он Сам за нас Уже Ответит Браузеру Что Switching Protocols Все нормально Но Нам Нужно Как-то Это все Сделать Асинхронно То есть Мы не можем В одном Потоке В один и тот же Момент И слушать Порт И в один И всякие Соединения Принимать В тот же Момент Фечить Наши Шуточки И в тот же Самый Момент Как-то Их Отсылать Обратно Всем клиентам Поэтому Мы здесь Используем Мы здесь Используем Немножечко Многопоточности Немножечко Наши Горути Я сделал Шину Событий В которой Сваливаются Все события И там же В этой шине Хранятся Все наши Клиенты То есть Мы прям Берем И храним Наш Коннекшн В мапке Из Коннекшнов У нас Есть канал Бродкаст Который Мы будем Ссылать Все сообщинки Для всех Клиентов И мы можем Зарегистрировать Клиента То есть Положить Нашего Клиента В Мапку Клиентов У нашей Структуры Есть Метод Run Мы По Бродкаст Если Нам пришло Что-то В канал Бродкаст Мы Его возьмем Мы возьмем Это сообщение И Отдадим Всем клиентам То есть Пройдемся По Всем клиентам Проверим Что этот клиент Вообще Доступен И ему Нужно Что-то Написать Если Ему Что-то Нельзя Написать То Мы Просто Его Удалим Из нашей Мапки Ну все Клиент Отвалился Вообще Вообще Вебсокеты Отваливаются Достаточно Часто В зависимости Все зависит От браузера От соединения У клиента Может Интернет Отвалиться Что угодно Случится Поэтому Периодически Происходит Нужно делать Операцию Пинга Ее здесь нет Но В большинстве Примеров Про Обсокеты Она есть Операцию Пинга Чтобы Каждые Допустим 5 секунд Какое-то Сообщение Пинга По Сокету Давать Что Да Клиент Жив Да Нельзя Закрывать Соединения Потому что По истечению Времени И Если У нас Все Хорошо Все Удалось То Мы Просто Запишем Это Сообщение Клиенту И мы Так Для Каждого Клиента Сделаем Если Мы Регистрируем Клиента То Мы Выведем User Registrate И Добавим Мапку Клиента Мапку Этого Клиента Мапка Удобнее Только Из-за Того Что Оттуда Удобнее Удалять Потому что Если Мы Используем Не Мапку А Слайс То Нам Нужно Будет Искать Этого Клиента По Циклу Слайс И Так Далее Дальше Мы Создаем Уже Наш Нашу Шину Создаем Все Каналы И Мапы Вот здесь То, что говорил На прошлой лекции Илья У пакета Time Есть Метод Автор Который Выполняет Который вернет Что-то из канала Каждое Какое-то время Которое мы укажем Вообще Тут, по-моему В наносекундах Задается Время Поэтому Запись Такая Странная Да Все А, да Все в наносекундах Точность Наша Все Если Нам Приходит Шутка Мы Влог Пишем Что Время Шуток И В Бродкаст Эту Шутку Сплавляем В методе Функции GetJoke Все то же самое Что у нас было Ничего нового Вот Когда к нам приходит Коннекшн Мы его регистрируем И После регистрации Он попадает уже В эту мапку И дальше Уже каждые 5 секунд Пока апдетятся Эти шутки Оно будет рассылаться Клиенту И выглядит Все это Примерно так И здесь Кода На джава скрипт Требуется Гораздо меньше Чтобы это Все поддержать Потому что Это все Как-то Более продуманно Было Выглядит В браузере Это примерно так То есть Просто У нас есть Какой-то Какой-то элемент И в него Мы По сообщению Запсокета Вставляем Наш Наше сообщение Важно Что идет Подключение По протоколу ВС А не по HTTP При этом Если мы Используем HTTPS То есть Секьюрное Соединение Через SL И мы Хотим Также Шифровать Наш Трафик То Нам тут Надо будет Писать Не ВС А В В В ВС Если По Если Наш сервер Работает По HTTPS Тогда Трафик По Веб Сокетам Тоже Будет Шифроваться Так же Как HTTP Трафик В общем Пожалуй Это все Что я Хотел Рассказать Сегодня Продолжение следует Продолжение следует...